Кофеев 6.1 Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Толкование. Учи их, говорит, и увещевай, чтобы они, хотя Господа их суть неверные, и слушались их, сподобляя их всякой чести и словами, и делами. Ибо не думай, что ты свободен, потому что ты верный. Ты свободен духовным естеством, свободно приступая же к Господу, но раб телом. Самая свобода, говорю, состоит в том, чтобы служить о имени Христове. А неверный, если увидит гордящегося раба, будет поносить учение, как располагающее к возмущению. Если же увидит, что раб с любовью повинуется, то скорее будет удивляться учению, которое исправляет и рабские, и трудноисправимые обычаи. Понятно, о чем речь. Есть работодатель, есть работник. Ну, раньше был господин раб, сейчас такие у нас. Рабочий и директор завода. Рабочий, верующий такой, директор. Какой директор есть, там ворует, там все. И тут, значит, этот христианин, А я вот, давай мне зарплату в два раза больше, иначе я вот тут все раз... Начинает не повиноваться ему. Потому что я верующий, а ты безболен. Ну и что от этого директора завода, что, уверуешь, тогда нет. А если бы он увидел в нем безотказного работника, что только не поручи, все сделай, да сделай на пять, как для Господа. Тогда вот этот христианин, он все по совести сделает. И вот тогда вот он, глядя на него, скажется, На каких занятиях ты уверовал? Спросит, допустим, как так-то? Так же и жены верные могут неверующих мужей обратить, чтобы те, видя их богобоязненное житие, Про это? Ну, скажите. У нас так Александра Ивановна Чернявская. Всю жизнь она не подчинялась мужу. Всю жизнь. И вот у нее какое было такое состояние, что она, когда уверовала, и что услышала Слово Божие, И она поняла, что нужно смиряться пред мужем. И стала смиряться. И в первые же дни, как только она сказала, Да, Ванечка, по твоему слову. Да, сделаем, как ты хочешь. Когда на третий раз сказала, да, Ванечка, Будем садить вот там, как деда сказал. Он сел на скамейку, сидит и говорит, Александрушка, я пойду туда, куда ты ходишь на занятия. Что это с тобой случилось-то? Пришел, стал ходить, уверовал и умер христианином достойным. Хотя был, вот он там, и коммунистическое там, и во всех этих. А жена своим поведением, своим поведением, молчанием, покорностью, Она его привела ко спасению. Ой, это такое чудо, это вообще. То есть ваша свобода ограничивается только свободой в вероучении, а не свободой в том, что можно теперь его не слушаться. Муж что-либо господин твой. Нет, это ложная свобода. Но если, ну тут нужно еще и заметить, если твой, допустим, начальник неверующий заставляет тебя воровать, здесь не укради заповедь. Она должна, конечно, привилегировать. Или твой неверующий муж заставляет тебя заниматься идолопоклонством, или там, не дай бог, проституция есть даже такие. Или там дочь свою посылает на заработки. Это нельзя. Конечно, христианка должна противостать этому. Никаком покорстве в этом отношении быть речи не может. То, что если противоречит Евангелию. А если он говорит по Евангелию, ну или там какие-то дела вообще к Евангелию не имеет отношения, то, конечно, нужно покориться. Не по-твоему. Вот это твое мнение. У него свое мнение. А ты подчинись его мнению. Может, он прав. Вот этот Александр, который был против мощей, мне потом, Сергей, простите меня. То есть ему Господь снял пеленуто. Игнатий Тихонович был прав. А он прям вот. У меня тоже иногда бывает такое. Игнатий Тихонович, дальше начинаешь копаться, копаться. Потом понимаешь, это просто твое мнение. Мнение. Я так же посмотрел ролик, что незримо ставится печать Антихриста. Посмотрел, уверил. Жулина Тихоновича, вы принимали этот загранпаспорт. Все, поздравляю вас, печать на лбу. Я тоже это посмотрела. И тоже мне такое было. Да. Вот, я принял ересь. Почему? Потому что я не прочитал толкование святых отцов. Но до этого мне было вложено зерно уважения к толкованию святых отцов. То есть, я был нищий духом, поэтому я из этой ереси вылез. Поэтому прелесть, прелесть эта плена спала с моих глаз. Я сказал, Гнать Тихонович, прости, вы еще не это, без печати. Не может быть марксизма без маркса, ленинизма без ленина и печати артизма без артихизма. Антихрист только будет тогда, когда невозможно будет ни продать, ни купить. Но у меня это было, но невозможно без этого чипа урагану за границу. Ну, не пустят. Но это все равно, что ни продать, ни купить. Невозможно собаку продать за границу, если у нее нет чипа. В России-то я могу продать, значит, это еще не печать антихриста. Но это уже такая ступенька, прям мощнейшая. Что когда-то без этих чипов, естественно, очень удобно. Нет чипа, нет паспорта, но я так и не поняла. У них действительно было, или просто ей это чувство такое было, что печать ей поставили. Вот это то, что ты смотрел. Я другой ролик смотрел. Там уповалось на то, что почему в деревнях не фотографируют. Потому что нужен специальный аппарат, который наносит лазерем этот штрих-код. Поэтому всех из деревень едут в город для получения этого биометрического паспорта трехмерного, который там всемирный. Техника, конечно, она шагнула очень быстро. Рисовое зернышко, там вся информация. Сколько-то там о слотаусте вмещается. Это рисовое зернышко. Да. Еще пилат, когда хотели Христа, они распять, распять, а он тогда пошел, ну там, пошел, умыл руки и сказал, вот, этот грех я смываю. Он невиновен. Вы хотите убить того, кто невиновен. И я хочу, чтобы моего греха тут не было. Они что кричали? Они кричали, грех убийства на нас и на наших детях. Грех убийства. Кровь, да. Кровь убийства, кровь Христа на их и на их детей. Это же признание того, что многие люди говорят, ой, ну и что, что я согрешил? Это мой грех. Он на мне. Я говорю, а дальше скажи и на твоих детях, и на внуках, и на правонках. Правильно? Нет. Это первая половина этого была. Вы понимаете, вот иногда, вот сегодня, по-моему, читали, когда сын болен, допустим, да, и ему нужно прижечь болячку. Мы понимаем, он или операцию, мы понимаем, что это больно, там, нужно там вырезать, допустим, и при вырезании он кричит. Нам его жалко. Так? Он же кричит. Но мы понимаем, что без этой боли не наступит исцеление. Или, не дай бог, гангрена, допустим, он такой вот. Мы понимаем, что если руку не отсечь вовремя, пойдет все заражение, человек погибнет. Мы знаем. И нам жалко, но мы понимаем, мы идем на это, что без этой боли не будет полного исцеления. А они берут на себя. Не делайте, но мы умрем. И дети наши умы. Они согласны. Жизнь не примет. Вот. что касается детей. И Господь, иногда, видя, что человек не исцеляется, но видя сердце, что он очень сильно любит своего дитё, он начинает действовать на этого человека через дитя. Через дитя. Наши дитя. Вот. Понимаете? Я заболел, и моя мать через мою болезнь ближе к Богу стала. Она стала молить, вымолила, я исцелился, и вера ее укрепила, что по ее молитвам я исцелился. Мой сын заболел. Я молился, сын исцелился. Вот. Но пока только телесно, на духовном исцелении пока... Ну, он тебе показал, что силу будет поседать... Да, но он показал мне Бог, что я могу, понимаете? Причем, с женой разговариваю, она не верит, что это я молитва его. Я верю, что только пост и молитва. Я верю, что это не болезнь, что это бьес и его мучение. Это обережение. Я знаю, что... А она верит, что она за укол 50 тысяч отдала, и он посадил, он исцелился. Я говорю, а ты веришь, что вот я... А ну, муж так, муж так, мне не разница. А она, как никакая... Ну, я... Муж совпал вот так. А я верю, что... Если бы она не платила, он бы исцелился, а она верит, что я бы ей не молился, он бы тоже исцелился. Как? Понимаешь? А как сейчас? Вот живой пример тоже можно привести. Вот семья живет. Неверующая совершенно. Сын... Он приемный. У отца он приемный сын. Ну, живут взрослый уже сын стал. Ну, гуляли когда-то, вместе ходили, все. Потом муж не стал пить, а она заразилась этим делом. Стала пить. Мальчик растет, вырос уже взрослый, а он обратился. Он помогает всем. Он искренне верующий человек. И вот... А у него случилось, что... Болезнь. Смертельная болезнь. Пытались как-то его спасти, никак. И вот он умирает. И мать не принимает его. Надо из больницы забрать его, а она пьяная. И говорит, надоели вы мне. Жена, да. Надоели вы мне. Выкинула даже там рубашку из больницы, забрать одежду. Выкинула, убирайтесь. Он забирает, он приемный ему сын, он забирает его. И он у него на руках, в общем-то, умирает. Умирает как раз введение во храм Богородицы. В этот день его... Это пораньше немножко его соборовали, причастили 4 декабря, и 4 он скончался. Только причастили и скончался. Через вот это обращается и... Жена? Нет, сын приемный. Ну, муж или кто это... Отец приемный, который принял его. Через это он обращается и он крестится. Уж на сколько... Сын заболел или... Сын, сын. Сын молодой, совершенно молодой умер. Сын... Нет. Ну, как-то рассказывают. Ну, простите меня. Нет, сын умирает, а через это обращается отец. Отчим, да? То есть родная мать смерть сына родного не принимала. Да. А он... Отчим, да? Отчим, да? Отчим, да? Смерть неродного сына его... Обратила к вере. Обратила к вере. Да, потому что сын был верующий, да? Да. И умер, я считаю, вот он как это, потому что он и изучал, и он обратил. Ради спасения другого. Да. 1 Тимофею 6, 2. Спасибо. Да, и он очень... Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Спасибо. Учись ему и увещевай. Толкование. Нельзя так, что поскольку ты братом стал иметь господина в силу крещения, то тебе можно небрежно относиться к нему. Напротив, в этом самом находи побуждение служить и рабствовать ему еще с большим усердием, потому что он и сам верный и возлюбленный. То есть брат вместо господина. Затем вспомни, что еще и благодетель тебе беспокоится и печется о тебе, чтобы накормить тебя, чтобы одеть и всякий другой удовлетворить твои потребности и нужде. Так что у него много прав на тебя, кроме того, что он купил тебя. Сказав, возлюбленные, ты там это, не болтай, Громко. Потише. Сказав, возлюбленными, апостол изгоняет страх, имея который к господам, слуги часто впадают в ненависть к ним и вместо него вводит любовь. Таким образом, говорит, более должны служить те, которые получают благодеяние. то есть рабы. Чтобы сделать удобный переход в речи, он прибавляет это. Между тем выражение «они верные и возлюбленные» должно подразумевать слово «господа». Егор, иди его, успокой, пожалуйста, если можно. Или просто можно понимать так, как говорится в тексте и благодетельствует им. То есть господа, которые заботливо стараются благодетельствовать рабам. Учителю нужна не одна только власть, что выражено словом «учи», но и «кротость», что заключается в настоящем выражении «увещевай». Ибо он врач, а врач берет иногда мягкостью, а иногда и строгим принуждением. Вот. Ну, что здесь кому непонятно? То есть если у тебя начальник верующий, с большим старанием нужно, а не так, а он верующий, простить мне мою халатность, он же верующий, можно так, тяп-ляп. Нет. У нас таких начальников нету, кроме Вити потерянного начальника. Так, у него бухгалтер суток «Ой, Виктор Матальевич езжу часами сделать, у вас лучше повышается, сдайте отчет и сделайте». Вот у нее такое, совсем вот уже на двери на мне едут. Точно. Лукавые рабы. Лукавые лечения. Ну вот, ну вот здесь он говорит «учи» и «увещевай». То есть «учи» это вот со строгостью, «увещевай» это с мягкостью. У врача есть скальпель, есть илей, вино, спирт прижигает, мазь мажет. Кому-то одно нужно, кому-то другое. И при этом врачу виднее, что тебе нужно сегодня, прижечь или помазать. А не так, приходит больной к врачу, врач у него спрашивает, с каким лекарством вас лечить. Мне то-то, то-то, то-то выпишите. А вот это горькое я есть не буду. Мне, как Карлсон, мне банку варенья и коробку печенья. Я самый больной в мире Карлсон. Самый толстый. В меру упитанный мужчина в полном расцвете села. Нет, нет, нет. Нам-то благодать и сколько давно у нас врачи телесные и духовные и духовные врачи. И телесных он сколько сестер и брать. Господь послал на нас таких вот негодных. Да, и вот у меня когда мама попала в больницу, она я с ней говорил, ну, и врачи это сказали лишний вес. И мы с ней разговариваем, говорю, помнишь, ты просила меня молиться, чтобы тебя Господь избавил от чревоугодия. Говорю, мам, вот мы по-другому не понимаем. Нам нужно, чтобы Господь дал по башке, чтобы мы на койке оказались перед смертью. Тогда только мы вразумимся. И вчера проповедь была, говорит, у меня вот ребятишки тоже, вы тоже были, рассыпал им, фу, никто не ест, пес понимает. Я все это, думаю, как же я дрессировщик, а вечером после шести, знаю, что у меня животик-то. Все, думаю, ну я дрессировщик, собаку укращаю, пузо свое не могу. Все, не буду есть. Все, Все, пошел хот-дог съел вечером. Ну ты же не ел кучу цель. Вот все, вот сатана как делать. Ну я ж там месяц целый не соленый, не сахареный. Ну да, я себе поблажечку дам. Галя, такая она наварила без соли, без сахара. Я маме говорю, а я сейчас в больнице, не соленая, не сладкая. Но я последнее время совсем обнаглела, страх потеряла. Ем все подряд. У нее сахарный диабет, у нее мог бы быть сахарная кома. Ее врачи сказали, а у нее сахарный диабет, я варенье то это самое. А что мне не принес? Она мне говорит, мам, где же нельзя сладкое тебе не принес? Теперь поняла, достает баночку клубники и мне ставит. Сама не ест. Маленькое, а где маленькое, потихоньку сладкое нельзя с сахарным диабетом. Это опасно, смертельно опасно. У меня девочка была в прошлый год в лагере с сахарным диабетом. У нее настолько страх, я не знаю, Бог ее всевелил или кто сумел. Она ни граммулечка сахара не ест. Она понимает, что ей нельзя. а мы не понимаем. Собаки понимают, дети понимают, я не понимаю. Дебил. У матери какого типа диабет? Да. У меня второго. Второй тип. Кто бы узнал. Сахарный диабет. Но тоже не пей. Чай с сахаром пьете? А? Чай с сахаром пьете? Ну, я ем иногда сладкое. Не всегда. А с сахаром чай пьешь? А, ну, не всегда. Стараюсь не пить. Я 20 лет или больше даже без сахара чай пью. Нет. Говорите, зачем вам это? Раз Господь дал такую болячку, то можно без сахара прожить. Говорят, маленько надо. Говорят, не надо, маленько все равно. Почему? Если бы не было, указано, что нужно. Ну, фруктозу можно, фруктозу. Я про фруктозу-то не говорю. Фрукты есть можно, сладкие, но не сахар. Сахар вообще исключить. 100%. Вообще не покупать, чтобы у нас сахара не было. Ну, у меня есть, я его не ем. И печенье нельзя, да, сладкое? Ну, понимаете, вот... Печенье не брянники, Но врач назначил, сестры, вот врач назначил лечение. Сказал, нельзя. А больной, ну, кто виноват? Я вот о чём. Я просто ясно. Сахар не ешь, ты не будешь, ты будешь сладкое, сладкое мыши, это только сахар. 1 Тимофеев 6,3. Как три минуты останется, скажет. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? Толкование. Видишь ли, что совершенное незнание доволит человека до безумия и делает его высокомерным? Так что, кто не принимает здравого учения, тот горд. А гордость для больной души тоже, что воспаление при телесной ране. Итак, если он не возгордился бы, то принял бы учение Господу, который умолил себя, умыл ноги ученикам и сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Сердце. Матфея 1,29. Он назвал блаженных нищих духом. Блаженными нищих духом. Матфея 5,3. Он вывел мытаря оправданным засмиренно мудрее. Боже, будь милостив ко мне, грешник. То есть, признать себя грешником, признать себя склонным к лжи, к прелести к этой, склонным к греху. Особенно женщины касаются, они, Ева, больше согрешила. А что ты, мы равны. Ну, Ева, 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 вперед согрешила. Поэтому к вам большее попечение. Вы немощный сосуд. Вы особенно нужны в защите Божьей, в учителях и наставниках. Никакого самомнения у вас. Жене учить не позволяй учиться у мужа. Муж дан вам наставление. Не потому, что он хочет вас учить, а потому, что вы, женщины, вас так сотворил Бог из дебра. Даже смеются, что мозгов нет в ребре. Подной скажи. Это у меня мозгов нет. Что такое умное. Потому что Еву послушал. Потому что апостол Павел. Он дальше написано Ибо не Адам прелестился, но Ева впала в преступление. Вот причина. Ева женщина была, женщина, она вперед послушала, она прельстилась. Не Адам был прельщен. Ибо кто не принимает и не знает, тот несомненно гордится. Гордится. Не принимает учения Христова. Вот. вернемся еще раз к плоской земле. Христос не учил, что земля круглая или плоская. Христос не говорил, что шар. Говорили пророки, будучи движим и духом святым. Земля подвешена ни на чем. Но она и плоская может быть подвешена ни на чем. Не влияет на спасение. 1 Тимофея 6.4 Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, зароларечие, лукавые подозрения. Толкование. Итак, состязания есть болезнь, где нет веры, там все больно. Там только разгорается война словесная и больше ничего. Причем более искусный в прениях напрягается низвернуть другого. Вера есть око, не имеющий очей ничего не находит, а только ищет. То есть от состязаний рождаются вредные догматы. Когда мы предаемся состязаниям, начинаем богохульствовать, и думать о Боге то, чего не следует. Вопросы? До какого вы будете в лагере с ним? Когда обратите? До конца? Как Бог устроит? Я не знаю, я не начальник, я там буду числа до 27-го. Августа? Августа, да. Мы там строим плотины. Вся сила зарыли в землю 232 тысячи рублей. техника на бульдозер. Техника ломалась? Какой техник? Ну вот, ломалась там. У кого? Молиться там, ломалась. Если ломалась и молились, значит, ломалась. Барабашей не усердно. Бульдозер, бульдозер, он каждый день ломался. Зил тоже там через день ломается. Техника, это на грани фантастики, конечно, 21-й лет. Молимся. Достойно истековое истинное блаженькое Богородице, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херуви, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога славородшую, сущую Богородицу Тебе величайней. Господи, благодарим Тебя за то, что в этот блаженский день Ты сподобил собраться на все вместе и посидеть у ног Твоих. Господи, дай нам все услышанное запомнить, растворительной веры, дай разумение, дай нам, Господи, память и пошли людей, которые жаждали бы слышать Слово Твое, наполни наши уста благословениями Тебя, Господи, и дела наши направят горненько, чтобы люди, видя наши дела, прославили Тебя, Отца нашего Небесного, Бога, и честь, и славы Иисусу и Сыну, и Святому Духу навеки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Слава, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо.